Эксперт по грамматике Кирилл Гиренко. Не буду тянуть время. Спасибо большое. Небольшая занятость передачи техники. Миша сказал, что я сегодня фоткать не буду. Спасибо, что фоткаешь меня. Я, соглашаясь на эту роль, понимал, что мне пора исправлять карму, потому что в прошлый раз мне эта роль досталась несколько случайно, и я не заметил ничего позитивного, никаких интересных высказываний в речах людей не обнаруживал. Старался только замечать речевые обороты, которые резадули мне слух. Сегодня я исправился. Мне что-то, правда, нравилось. Начать хочу, правда, все-таки не с этого. Есть традиция. Не знаю, насколько она верна или нет. Это мы, как говорится, обсудим после. Но насколько корректно, насколько грамотно использовать заимствования в русском языке иностранные. Я лично не против. Но примеряя на себя роль, я считаю, что это надо отметить. Часть, конечно, Миша за меня высказал, когда описывал картину речь. Что мне еще понравилось? Мануал сообщает, что дать для челленджа. Советую. Что дать для челленджа. В одном предложении два слова. Мой английский позволяет мне понять смысл фразы. Но если люди усилия учили немецкий и презирают английский, то им будет сложнее. Ну, правда. Что тут еще у нас было? Еще, мне кажется, отрезанул слух у Юрия Сорокина слово корреляция. Это прекрасное слово, это громадное слово. Вопрос грамотности его использования. Почти. С точки зрения математики и математической статистики корреляция – это непрямая взаимосвязь одного явления и второго. То есть с точки зрения влияния одного объекта на другого, либо мы выявляем какую-то корреляцию, которая выражается в каких-то числовых значениях в соотношении, либо мы говорим про взаимосвязь, про зависимость. Но корреляция, мне кажется, с одной стороны в этой емкой речи достаточно научный термин, хороший, но хотелось бы понимать значение этой корреляции. Она бывает все-таки прямая и обратная хотя бы. В контексте это было, там можно было легко заменить словом взаимосвязь. Вот в чем вопрос. Не совсем, я говорю. С точки зрения математики неправильно говорить. Я из учебника списал. Спасибо, да. Итак, у меня осталось чуть времени. Позитивные моменты. Начнем со светлой стороны. У того же Юрия Сорокина переход в светлую в темную сторону был очень здоровский. Инновации, роботы и все остальное приходят в нашу жизнь. Столько всего светлого Андрея сегодня привел в нашу жизнь в свои речи. Все это достойно отдельного внимания, что то, что страшное, чем я пугал, Даша пугала, Юра пугал, Андрей призвал не пугаться. Это очень ценно. И завершить хотелось бы просторечиями армавирскими, очень изящными, но с точки зрения моей роли простите, и не вестись на провокации. Давайте формулируйте это по-другому. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень самобытно и интересно выступил Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ